Здравствуйте! Мы с вами говорим про деньги. И в прошлой серии засомнимались в классической экономической науке. Энциклопедия Бракгауза и Эйфрона определяет науку как совокупность всяких сведений, подвергнутых некоторой умственной проверке или отчету и приведенных в известный систематический порядок, начиная с теологии, метафизики, чистой математики и кончая учением о копыте кавалерийских лошадей. Помните, да? Чтобы исследовать такой запутанный предмет, как деньги, некоторой умственной проверки нам с вами будет маловато. Поэтому мы дополнительно обратимся к опыту разведки времен Советской России, которая квалифицировала себя как искусство, способ постижения истины через имеющиеся органы чувств. Согласитесь, что никакая наука не в состоянии отличить желтого от скользкого, а наши чувства – пожалуйста. Наука может сослаться на органы чувств, но сразу говорится, что у разных людей чувства разные. Не ее эта сфера. Аналитическая наука делает выводы на основании достаточного количества аргументов. А кто знает, сколько аргументов достаточно? Разведка же подходит к формулировке выводов ступенчато. Я бы сказал много ступенчато. Но мы все-таки про деньги. Вы еще помните? То, что с помощью денег нами управляют, спорить, надеюсь, не будет никто. Сама суть управления – это усилие направленное на то, чтобы получить из того, что есть, то, что хочется. Примерно так. В наших разведшколах, я надеюсь, до сих пор учат так. Вот есть данные. Это вообще все, включая то, что сорока на хвосте принесла. Да говорят, белый араб на нас поднимается. 200 миллионов войска ведет за собой. Если их удалось систематизировать, ответить на вопрос из какой-то оперы, свести в какую-то систему, получится сведение. Араб белым не бывает, 200 миллионов войска тоже не бывает. Получается, что это просто слухи. Вот если бы араб был как араб, и войско было 1100, тогда это было бы похоже на известную правду. Данные удалось бы свести к системе, получить сведения о событии вероятном. Третий этап – надо получить ответ на вопрос «Зачем?». Это вскрытие смыслов. Смысл должен открыть на человека, опираясь на свои чувства и внимание на отклик собственного сердца. Их так учат. Если здесь отозвалось, значит сведение становится информацией. Если пропущенные через сердце сведения информацию удалось мысленно приложить к практическим действиям, и мы поняли как, это становится знанием. Знание, сравнимое с известным, практически, с имеющимся примерами, наделяется титулом понимания. Знания, понимания, они не вообще, они для чего-то. И в разведке, и в искусстве. А не для какого-то действия, которое только и может произойти, как с применением известных или вновь выработанных приемов. Любые, даже самые простейшие действия происходят как-то конкретно. Помыть полы – нужны ведро и тряпка. Другим инвентарем полы мыть неудобно. Это простейший прием. В разведке на основании достигнутого понимания вырабатывается сумма приемов, известных или совсем новых, пока не виданных. Это называется модель поведения, которая может быть трех типов. Действие, бездействие и маскировка действий или саботаж. Итого семь ступеней. А теперь подумайте, в каком месте этой иерархии находится аналитическая, она же классическая экономическая наука, которая по Брагаузу всего лишь приведена в известный систематический порядок. А вот в каком. Видите одинокий квадратик в левом верхнем углу? Практически это значит, что решения, принимаемые на основе установленных фактов, против которых вроде бы не попрешь, с точки зрения разведки, принимаются на основе всего лишь второй ступени информационной пирамиды – сведений. То есть, не имея ни информации, ни знания, ни понимания, ни модели поведения. А если пользуются просто полученными данными, даже полученными наукой, то действуют на основе слухов. Вот акции пошли вверх. Пора покупать. Или продавать. Омник в телевизоре на самом первом канале сказал, что рубль будет тверд, как скала, что ежели, не дай бог, инфляция на рельсе ляжет. Но тут уж вы сами эксперты. Не меньше, чем на уровне модели поведения. Ученые, ученые. Вы еще не забыли, что мы про деньги? В следующей серии мы с вами вспомним главный авторитет в этом деле. А кто у нас главный авторитет? Ну, конечно же, Карл Маркс. Благодаря толстые книжки написал. И предварил написанные фразой, которые 150 лет читают и почему-то не изумляются. В этой работе я везде предполагаю, ради упрощения, что денежным товаром является золото. Это ж с какого перепугу золота? Сам Маркс всю жизнь пользовался бумажными деньгами. А до бумажных делов во всех трех томах капитала разговор так и не дошел. А мы с вами продолжим. У нас с вами разговор дойдет в следующей серии. А на сегодня хватит. Увидимся.